Сегодня у нас замечательный певец Ник Русс. Привет тебе. Здравствуйте. Вот, замечательно, замечательно. И, конечно же, со своей супругой он сегодня пришёл. Ясмина, прекрасная девушка. И я вот, наверное, огорчился немного всё-таки. Мы потеряли холостяка. Такого холостяка мы потеряли. Хотя, глядя на твою супругу, я хочу сказать, ты всё правильно сделал. Ну, надеюсь, что это так. Нет, не надейся, верь в это. Конечно же, нужно в это безумно верить. Конечно, верю, да. Ну что, молодцы, ребята. На самом деле, мы от чистого сердца вас поздравляем с дешодом, с этим важным событием в вашей жизни. Спасибо. Кстати, почему такое число было выбрано вами? 21, 01, 21? Это выбрала я. Да? Да, она выбрала. Ещё в декабре прошлого года она мне говорит, смотри, какая красивая дата. 21, 01, 21. Я такой, ладно, без разницы. Я такой, ладно. Мне лишь бы жениться, и всё. Дата, это уже второстепенно, и всё. Ну, а для вас, как я, Смин, это важно было? Конечно. Почему? Так как у нас красивая любовь, должна быть красивая дата. Красивая дата. Ну, всё должно быть по полочкам, всё должно быть классно и красиво. Ну, в общем, шумуру табрик, мы говорим. Да. 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 если честно, изначально мы не могли терпеть друг друга, вот на самом деле это было так мы, да, на самом деле как в фильмах я раздражал сильно ее она раздражала сильно меня мы были знакомы, мы работали в одном заведении вместе она еще и помимо того, что и блогер она раньше диджеем была да, мы работали в одном заведении и мы получилось так, что и я и она работали прямо на сцене, на одном месте и была такая немного ситуация что придирались друг к другу ну в основном я, конечно, она просто но в итоге как-то так получилось, что искра да, мы познакомились как-то ближе друг к другу, мы познакомились как-то ближе друг к другу, узнали друг друга с другой стороны и потихоньку как-то это все само произошло я не знаю ну, говорят же от любви до ненависти буквально один шаг и наоборот в принципе то же самое конечно а когда произошел-то переломный момент когда вы вот, Некросс, когда ты перестал уже все-таки придираться к этой прекрасной девушке ну где-то год назад или полтора года назад она уже не работала там ага всему виной работы я как понимаю да, да многие вообще говорят то, что когда два супруга работают вместе это просто ад да, да вот она уже не работала и был такой день она пришла к нам как гость как гость как гость с подругами сидели мы там что-то я что-то подошел поздоровался начали говорить общаться что-то договаривали свой вот этот диалог уже в инстаграме да переписывались общались потом встретились одна встреча вторая встреча узнали друг друга поближе с другой стороны мы уже поменяли мнение друг о друге ну потихоньку вот ясно а какое было первое свидание все-таки мне было интересно вот как произошла вот первая встреча ну это понятно какое-то место вы выбрали хорошо как все это происходило вот ну все-таки вы уже знакомы это понятно видели друг друга не один раз Ну а все же, вот, увидеть человека с другой стороны, узнать его с другой стороны, и вот прийти реально на первое реальное свидание. Каково это было? Абсолютно неловкая ситуация, во-первых. Да. Но, так как мы знали друг друга и раньше, год знали до того, как начали встречаться, мы год друг друга знали, были какие-то общие темы, на которые можно было поговорить, вести диалог, поэтому скучно не было. Поэтому было все так. А изначально ничего прям такого свадьбы, ничего такого не было, да. Ни она не думала об этом, ни я не думала об этом, просто хотели друг друга поближе узнать, и я даже всем своим там родственникам, родителям, друзьям говорил, что минимум 28, когда мне будет, я потом уже подумаю о том, чтобы жениться. Но не зарекайтесь, ребят, потому что можете встретить человека и забыть все эти принципы. И да, и вот тут красивая дата, и уже день свадьбы, и у тебя уже в кармане свидетельство о браке. Да, да, да. Нет, ну вообще на самом деле, Дишот, подожди, подожди, давай немного притормозим. Во-первых, девушки, они очень хитрые создания, они всегда нас подталкивают к этому моменту, когда мы должны сделать предложение. Ну ты понимаешь, я вот скоро уезжаю. Вот я об этом тоже думаю. А вот смотри, какое красивое кольцо. Да, да, она собиралась ли улетать, об этом еще никто не знает. Ага, так это был хитрый план. Я даже не думала об этом. Точно? Нет, точно не думала. Чан, чан, накрыт, пока. На самом деле не ругайтесь, но просто я по себе служу. Ребят, давайте тоже, у меня тоже была лапстори, естественно, я тоже полюбил девушку. И действительно, когда прошло какое-то время, мы три года встречались, между прочим, мы проверяли наши чувства три года. Это чистая правда. И когда уже вот подошел тот момент, мы реально знали то, что свадьба скоро будет, но девушки все равно любят немножко подталкивать нас иногда. Знаете, такой пинок такой счастья они нам дают иногда. Ну и знаешь, вот просто идешь по улице, или же проходя мимо ювелирного магазина, девушки обычно, посмотри, какое красивое кольцо, как бы оно смотрелось на мне. Или же, да, но девушки намекают нам, намекают. Но, ребят, молодцы то, что вы решились, молодцы то, что все-таки прошел тот самый замечательный день свадьбы. Как подготовка проходила дальше, когда предложение было принято, руки и сердца, как шла подготовка? Ну, у тебя как шло? Скажи сначала. Было, во-первых, было очень холодно ходить, выбирать все наряды, потому что это зима. Я вообще зиму не люблю, думала, что всегда моя свадьба будет летом. Но так как я увидела эту красивую дату, и не смогла... А как я вам дар таковин? Да. Как тебе пустяне, будь там? Да. Подару мою дару, че гунат, кабуль, когда, интихоп, шумуро, он ва алакай, дэшуятбаре, шумоун, шумоун, до моду арус, алакай, интихоп, когда бы дан? Да, Рост и Габ, если честно, моя мама, она всегда не только по поводу свадьбы, по поводу всего в моей жизни, она всегда поддерживает мой выбор. Хочешь петь, пой. Хочешь играть в футбол, играй. Хочешь там чем-нибудь еще заниматься, занимайся, да, интихоп, интихоп и ходат. Но, вот тут она была, ну, она сказала, что ты сам знаешь, сам выбери, я буду поддерживать твой выбор. Ничего такого не было. А по поводу свадьбы, это было ужасно, просто подготовка, все эти нервы, потому что я хотел сохранить этого человека в своей жизни, сделал предложение, поставили дату, через месяц свадьба, а у меня ничего нет. Ни денег, ничего, ни каких-то связей, ноль просто. Танхол, бо ин олядошанки, джоэна равадны. Балей, балей, албата. Но, как-то получилось, что, оказывается, что-то хорошее мы в жизни сделали, очень много было поддержек со стороны друзей, со стороны родственников, и также свои тоже вложения, все прошло просто на ура. Многие до сих пор говорят, что очень такая супер-современная свадьба, на такой свадьбе мы были впервые в Душанбе, в Таджикистане. Но, в итоге, самое главное, что мы вместе, у нас любовь есть, и все такое. А второе пешиму, чего надо будет? Я с меня буду. Родители? Да. Ну, когда он пришел первый раз к нам на встречу, домой, познакомиться. Это я, да. Это я, да. Но сразу, с первого взгляда, мои родители его полюбили. Я даже сначала не хотела эту свадьбу, я думала, что это все неправда, а я ему не верила. Да. Мои родители меня подталкивали, что он хороший человек, доверься. Мне с доверием просто очень сложно. Вот они меня подтолкнули, что надо, пора уже. То есть, буквально уже через два часа разговора или через час был, сынок. Да. Плюс она еще до того, как мы начали встречаться, она же знала меня, она видела меня год. Она видела меня со стороны и знала, что... На самом деле, можно признаться в том, что я был не особо таким серьезным человеком, который там какие-то серьезные планы в жизни, в себе серьезные цели ставит. Но она это все видела, поэтому немного было недоверие. Но я помню, с каким взглядом твой папа меня встретил. Да. Это был самый волнительный момент. Один из самых в жизни. Папа, это, знаешь, это пройти проверку папой, это самое сложное в жизни. Да, да. И вот, типа, такие вопросы. Ну, что пришел? Ну, что, какие намерения? Какие намерения? Какие намерения? Какие намерения? Папа и чудиа. Да. И я у себя внутри думаю, что если я буду как маленький мальчик, который испугался, это будет неправильно. Я начинаю в ответ тоже дерзко разговаривать, типа, взрослого из себя строить. Но, слава богу, что через пару минут уже, вот, мы расслабились, уже начали общаться, да, начали общаться на более, там, в другом направлении, или как там. Я, конечно, надо ему дарвайберно сейчас, хилол. Мне кажется, бады-чан вахты в вокурятон, эхсо спайдер-карлетки, ягдигару вокан хамдус не дарит. Да, у тебя как... Вот сколько? Как мы сейчас, да? Еще много вон, мало ли, там, детки, мы как-то в горах гаммеду, чем мы работаем, мы как-то вok у нас. Да, ягдигару в каком-то вхудшом, ягдигару вхудшую, вхудшую, как я буду агбату хельсу на бут. Босс, с того момента, как мы начали даже встречаться, первый месяц даже, ничего серьезного не было, потихоньку, потихоньку. я думал что как фильмах это все произойдет типа ты увидишь человека с первого взгляда у тебя любовь там бабочки в животе да в животе да но оказывается что бывает и по-другому бывает по-другому но вот и я ясмина вот есть такой же есть такая поговорка что путь к мужчине лежит через желудок это правда то есть наверное может быть вот вот откуда ноги растут я просто заметил что немножко не груз поправился мы с ним встречались какое-то время назад еще примерно где-то да вот я обратил внимание то что на него ты хорошо влияешь да да ну даже когда мы только начали встречаться она постоянно мне отправляла еду это вот первое что натал заботой брала что меня натолкнула потолкнула на то чтобы я решился что вот тогда человек на самом деле вот будет людям человеком который всегда будет со мной но что друзья мы прерываемся на короткую паузу далее буквально через совсем короткое время мы вернемся в студию чтобы продолжить наш разговор оставать с нами они прямо сейчас заполняют такие некие анкеты но это не наверное все таки будет немножко позже будем мы будем задавать вопросы и естественно сверять насколько молодожены знают друг друга ну что у нас сегодня не крус и ясмина потрясающие ребята которые буквально даже еще месяца нет как так сказать вступили в брак еще раз еще раз мы вас поздравляем ребята и также 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 напоминаем то что прямая трансляция прямо сейчас идет на страничке радио азия плюс facebook так что заходите смотрите и конечно же помните то что мы с вами еще буквально будем долгое время в эфире так что мы никуда еще не торопимся у нас все впереди и тем более огромное количество вопросов и фейсбук также приходят вопросы ясмина именно вам адресован почему вы решились на такое необычное свадебное платье вот я для нас для мужчин вообще принцип свадебного платья не так важно наверное да а вот для девушки это какой-то прям обряд события почему а какое оно было это платье ну это не было платье это было комбинезон о комбинезон и сверху был шлейф радикально платье комбинезон а почему такой выбор был вообще я хотела быть в костюме но наши мамы не ну да да сказали что девушка должна быть в платье я не люблю не любитель всего этого платья я люблю как он мы любим спортивным ходить вообще круто было бы если в толстовках просто пришли мне тоже говорили по поводу того что почему черный костюм данная рубашка все черное я сказал что она вся в белом это нормально у нас даже не было вот этого места где жених и невеста сидят на протяжении вы просто танцевали все время танцевали с теми сидели с другими сидели вот 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 это сценарий который вот вы проиграли на на свадьбе вы как-то задумали заранее об этом то что именно свадьбу и таком ключе такой расслабленным молодежным как и сказали сами конечно конечно а где-то это видели или просто решили вот так хотим и все сами тем более что помимо того что вот самому петь выступать я еще у нас еще такая профессия ну не профессионал мы зовем артистов из других стран и дарка в лофт где работаю другие заведения мы там всякие там вечеринки устраиваем концерты устраиваем организовываем поэтому в плане организации немного опыт есть поэтому вот так и получилось все что было в голове все что хотел я сделал на свадьбе у себя вечерин но в яксал дикар до штанки нова таки в м джо вон голя дурный шаман агар ордаш он рози бушан фамилии я неким на себе писаром и грант шума чима сли от карты мы бы вообще не думали даже по поводу фамилии то что ты не взяла мы это не обязательно просто почему я не взяла мы решили что слишком вот это все может быть надо может быть попозже я возьму это не проблему да 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 хопин тихо выхода тончат чили ход до меха редки до нас обид у меня еще такая фамилия странная зрибунов что это да я всегда вы еще мою не слышали шучу соколов и я еще один вопрос хочу задать в чем секрет стабильности вашей пары он заключается в сильной любви или в чем-то еще конечно же любовь это самое главное но есть еще кое-что не менее ну главное в отношениях в любви это взаимопонимание доверие доверие понимание взаимопонимание то что вот многие говорят эту фразу но вот конкретно вот смотри если раскрытие смотрите я не любитель всяких тик токов танцевать под всякий я заметил уже после свадьбы после свадьбы она меня заставила на сказала что у меня актив в инстаграме поднимается когда я что-то выкладываю с тобой но это же хорошо да но я не любитель я я себе говорил что я никогда не буду это делать но я ну с одной стороны она мне объяснила то что это нужно для меня то все ну ладно это нужно до конца Get a конца это нужно я выкладываю все мы другая потому что у меня нет но ни один из них есть ну ладно то что я хочу сказать что это просто есть может быть нет если вы 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 возвед свои м в вы на вы вы Это как наврать, чтобы Ссоры не было Ссоры не было, да Если честно Я не сторонник всего этого Я не верю в то, что можно Ложь ради чего-то Как-то говорят Ради блага Я в это не верю, честно Поэтому Бывают даже моменты, когда мы отдыхаем с друзьями Я пишу, вот мы с друзьями Там-то-туда отдыхаем Она пишет, например, есть девочки Я говорю, да, там знакомые кого-то Иди домой быстро Честно говорю, вот она Свидетель, я всегда говорю все как есть И она доверяет Доверяет, поэтому Я заметил, что насколько я говорю Всегда правду, насколько я говорю Все, что есть на самом деле Настолько больше и больше у нас Доверие друг к другу Ребят, замечательная фотосессия у вас была Я вот обратил внимание Вы очень тоже к этому подошли очень хорошо Фотографии действительно качественные Я прям обзавидовался, знаешь Действительно, реально хорошая была работа проделана Как-то тоже к этому готовились? Обычно заставила я Ага, я так и понял Все пойдет в социальные сети Но я вам больше скажу Изначально как было Что мы, ну, насчет вот этих фотосессий Насчет инстаграма Я сказал, что я ничего не буду выкладывать Со свадьбы в инстаграм Потому что, ну, там Не хочу афишировать Свою личную жизнь Сейчас у меня в инстаграм Забит этими фотками со свадьбой Я так и понял Все истории со свадьбы Все со свадьбы Свадьба закончилась Совместные видео Тиктоки Вот это все Поэтому Я вот честно признаюсь Мне иногда супруга говорит А давай посмотрим свадьбу Не надо Вот это Я реально не могу смотреть на себя с стороны Ребят, отлично Давайте все-таки мы уже немножко с вами поиграем Вы заранее составляли анкеты Которые есть у нас в руках Но давайте бросим жребий Кто у нас будет первый? Мальчики или девочки? Кто? Кто первый будет участвовать? Дамы вперед Наглец Дамы вперед Хорошо Тогда у меня вот списокчик такой небольшой Который заполнял Ясмин Они отдельно на листочках все заполнили Я буду задать вопрос Некрус, ты должен ответить Как ты считаешь? Какой ответ правильный? Ну, в общем, первый вопрос Как ты думаешь, чай или кофе? Что написал Ясмин? Это типа я, да? Да, что пью я Нет, ты должен ответить именно то, что... Что она пью? Да, 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 конечно Я думаю, чай, наверное Чай, абсолютно верно Ты попал в точку Это правильный ответ Спасибо Но мы идем дальше Вопросов-то еще много Мы сейчас узнаем, насколько молодожены знают друг друга Хорошо Ну и далее Размер обуви? 36, по-моему а так 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 и мать с 8 или 36 тебя из дома сегодня выгонят 35 35 исправился молодец и что-то вот почти 35 45 ну так же надо правильно и шучу идем дальше любимое блюдо любимое блюдо вот это уже серьезный вопрос ну давай 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 ты должен подумать все очень хорошо но мы верим тебя давай не круз не круз давай 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 я не знаю честно мы потому что вот я и мы как вот парни мы на твоей стороне даже тебе помочь смотри обычно я думаю когда фастфуд нет а круто аплодисменты каждый раз стоит и ходу ромбали когда ребята давайте тогда быстрее любимый актер или актриса но не кросс кто может быть любимый актер назови любую фамилию так 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 но уже риса скорее всего или актер давай сделаем так на самом деле нету предпочтений нравится наверно все-таки жанр фильма какой-то определенный так что предпочтение абсолютно нету да вот я знал об этом я знал об этом но не сказал хорошо любимая одежда любимая одежда наверное вот эти толстовки всякое там спортивная абсолютно верно прям в точку с первого раза любимая песня может балкон нет так дверь балкон нету джонни эльмана есть кто у нас клип что у нас клип клип вы сняли моя песня что ли а ну спасибо а как называется ваша любит тебя ну вот абсолютно верно так нелюбимая работа по дому у нее да да наверное скорее всего она все потом удивит окно подумай подумай обычно это очень шумная и очень пыльная работа пылесос абсолютно верно ну что идем дальше какой страх есть и ясмины вы страх да а резких движений абсолютно верно я я защиту резкие звуки резкие движения она она постоянно чего-то боится я после работы прихожу домой открываю дверь я не понял это я твой муж да ребят идем дальше времени у нас все меньше остается но все же а мечта ясмин как ее мечта и мечта дети наверное хорошо я я засчитаю но а сколько детей много наверное но конкретно у нас есть цифра на все записано а дети я угадал нет много это это понятно какое количество 8 12 наверно 4 на самом деле 2 2 да ну что я думаю все таки большинство вопросов были правильные все классно теперь идем дальше окей вам для свиномону чай в ее кава чай дорост размер обуви 43 42 написал да нет правильно 43 нет я почему 42 написал но правильный уроки до 100 что любыми блюдо я знаю что он любит все что связано с мясом конкретно но что я постоянно вот кушаю как сказать до того как домой прийти там не знаю по дороге да сан у наркешай до 100 что любимая актриса актер или актриса я знаю что он его любим фильм гарри поттер ну да но смотри какой фильм где актер вот тоже сериал но актер сыграл очень хорошо свою роль и я прям острые козырьки до килин не знаю как его зовут но килинг его либо с адрена толстовка да там за спортивную вас родились до 100 что любимая песня это не старых металлитки до новости рандора балкон уже подсказывает балкон балкон корреки доху надус нами дарат нелюбимая работа по дому когда он коррозе когда на выход от микрос подумай мне даже не знаю что он не подсказать что ты потом после меня делаешь дома убираю твои вещи до уборка а стиве тарсат боится высоты но почему высоты боюсь ты договаривай землетрязнение самолеты до а вот я написал сон но там не то что я люблю спать просто что у меня нет недостатков а вот я написал сон но там не то что я люблю спать просто я не могу спать а не получается спам вот в ад тихо дар фарзан дорши данных от четверо или же он сколько даст бог о я ничего не сказал заметьте что молодцы справились заданием классно все было друзьям мы проиваемся на один замечательный трек и далее мы уже продолжим следующем часть оставайтесь с нами друзья у нас остались еще вопросы нашим замечательным гостям и один из вопросов которые я думаю обязательно должен прозвучать ребята 10 лет пройдет какими вы себя видите по окончанию этого времени может ответишь подумай ну дай бог здесь лет надеюсь что он уже будет звездой на тег тока или не через десять лет ты станешь только а уже да и у нас будет уже дети замечательно уже наверно пройду этот этап у меня будет свой бизнес свой бизнес моя мечта открыть свой бизнес открыть свой бизнес ну что ребят мы вам желаем всяческих успехов конечно же побольше детей они не скромно но наверное мы так хотим чтобы действительно у вас был счастливый брак чтобы всегда в вашем доме звучал детский смех твои новые треки естественно звучали скоро вот прям максим через месяц новый трек замечательно же записывается он же ну в этапе ну и пускай этот трек обязательно звучит в новом магазине в котором будет ясмина главной хозяйкой этого магазина пускай там тоже звучат твои песни это мы вам желаем в исполнить все ваши замечательные мечты может быть даже не за 10 а за пять лет в общем удачи в ваших начинаниях и делах огромное спасибо то что вы пришли и заранее наверное все таки мы уже поздравляем вас с днем святого валентина который совсем скоро уже наступит спасибо спасибо что пригласили спасибо всем кто слышит слушал нас больше можно стипа сходу хушбах то хушу с башеном еще солома буш ну что ребята действительно мы говорим вам пока пока и огромное спасибо то что все таки пришли к нам сегодня